Всем привет! Давайте продолжим изучать тему The Brush, 3D моделирование и программы, сопутствующие для работы. Вот такая модель у меня летчика. Она скачана с интернета. Вид у нее... Вы видите, как выглядит модель. Какое качество. И давайте расскажу в этом видео, как лечить модели. Допустим, перед печатью или когда вы скачали, бывает модель где-то битая, где-то с какими-то повреждениями, которые вы не видите. Но программа распознает это. Печать, 3D. И могут возникнуть проблемы. Давайте рассмотрим этот вопрос. Есть такая у нас программа NetFab. Давайте откроем. Модель скачанная в CTL формате. Вот он ее считывает. Вы видите значок. Стоит восклицательный знак, что модель нездорова, так скажем. Где-то у нее есть проблемные места. И в случае, если мы потом отправим эту модель на печать, у нас возникнут проблемы. Давайте расскажу, как это делается лечение. У нас стоит красный крест тут. Мы на него нажимаем. Вот модель у нас переходит в такой вот вид. И вот, если ее приближать, то в принципе можно найти вот эти вот места, которые, так или иначе, нам будут мешать в работе. И как ее нужно вылечить. Давайте рассмотрим. Высвечивается у нас в боку вот такая вот, так сказать, окошко. Автоматический репрят. Автоматик репрят. Вот мы его жмем. И вот у нас Default Repair. Удалить модель написано. Вот мы нажимаем Execute. Прогнала у нас программа полностью ее. Посмотрела, что, как. И жмем Apple Repair. Remote All Part. Нажимаем. Все. Модель подлечилась. Проблемное место программа убрала. Но тут еще есть такая фишка, что то, что убрала NetFab, и, допустим, мы закинем потом эту модель в программу для подготовки к 3D-печати, любой, допустим, и она все равно найдет какую-то мелочь и попросит вас в этой программе, допустим, в которой она нашла проблему, исправить ее. Вот, когда она исправлена, эта модель, нажимаем правой кнопкой мыши вот на вот этот значок у нас. И вот у нас Export Part. Нажимаем. И вот они все форматы. CTL, 3MF, 3DS. Мы находим OPSH. Я работаю с OPSH. И нажимаю OPSH. Все. Автоматически сейчас будет сохранена программа. Мы можем ее здесь переименовать. Вот так это все уменьшить, надпись. И нажать Сохранить. Все. Модель сохранена в формате OPSH. Теперь ее можно закинуть в Sculptris, закинуть в The Brush, и, в принципе, она примется без проблем, будет работать. Как работать с этой программой, и как она поможет нам потом с работой с моделями после The Brush в следующих роликах. Смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки. Спасибо.